я думаю вы слышали такое выражение как тугоплавкий пластик если вдруг не слышали то посмотрите дальше я вам и покажу и расскажу что ж не мали меня через инспектор патронной службы вместо сумма сгидно-прежитатель статьи приедете, будь ласка, министр Гарманий на заборной педматы кольща что это я вам сказал что такое четвертая статья ознайомлитеся на досуге парите ознайомлитеся а вы ко всем подходите а че к мужчине не подходите я не знаю людей а че к нам подозрительные я не считаю себя подозрительным я от вас считаю подозрительными вы мне вообще доверия не внушаете в нынешней ситуации в стране вообще доверия не внушаете никому да вы пришли менять что-то вы пришли менять разговаривать от сил у меня порядок мальчик из камеры стоять конечно получается написано здесь существует достаточно оснований каких основаниях к нам подошлись на то основание что может вас будет за урону читаем читаем дальше читаем дальше я читал его до конца я понял читал до конца какие должны быть основания я пьяный я дебоширую что-то нарушаю громадский порядок какие основания чтобы мне у тебя подходить и Подождите, подождите. Подождите, там мало ли что вы думаете? Нет, мало ли. Мужики, если есть, нет. Не надо никого задерживать. Наша работа, наша работа. Мы постоянно должны добавить, чтобы не дождаться. Может, может, мы идем до вечера, у меня 3 минуты. Я занимаюсь, а вы пока не стоите. Не, не надо меня заниматься, строить себе. Прийди в карманы. Не буду ничего приезжать в карманы. Вообще не пошли. Я бы уже на основании тогда возгласил. Молодец, хозяйка. Низ вам на лице приняли, конечно. Что, мы вас остановили или кто нас остановил? Оснований нету, ни малейших меня. Какие? Хочу одну причину. Назовите хоть одно основание, что вы меня остановили. В смысле? Причину назови, мало ли, что ты думаешь. Чего вы меня остановили? Какая причина? Чего вы меня остановили? У меня достатни врага. Каких? Хоть одну назови. Какую причину? Представьтесь, пожалуйста. В смысле какую? Представьтесь, пожалуйста. Ты мне даже документы не показал. Свободный, говорю, по колонне. Что ты сказал? Свободный, он. Кому ты сказал? Покажите документы, уважаемые люди. Кому ты сказал? Я с тобой общаюсь. Ты думаешь, что буду беспокоить цирк? Какой цирк? Я с тобой общаюсь. Как хочу. В смысле, как хочу. А что, я должен как по приказу общаться или что? Я думаю, что видео в ютубе понадоблю, а я буду с тобой унижать больше. А кто тебя унижал? В смысле, сегодня оба. А что я тебе скажу? Я скорбил, что ты лишил. А ты думаешь, ты меня будешь забивать в райотдела? Не надо меня, кто тебя забивал. Кто, блин? Поехали покажу, кто, блин. 16 лет, блин, на Ахтырской, сука, ебать. Пидараться, 7 часов ебать. Я сейчас скажу. Еще один мат, будешь задержан. Понял? В данный момент, ты бы хрестировал. Ты, собственно, начинаешь провокации своей жизни. Начинаете вы играть. Я стою, блин, утром, в 8 часов утра занимаюсь. Чего вы ко мне заебались? Ребята, хлопцы пробежались в кросс. Все занимались с утра. Это и то я свидетель. У нас есть работа. У вас ориентировка на них. Ну а как вы можете это отрицать вообще? Просто. Ну как, а как? Ключи есть? Не, не могу. Возможно. 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 Нужно мне, кроме телефона, ничего не мать. Возможно. Ну так, если бы показал, и все. И все, что взять? Ключи? Да. На, посмотри. Карман дырявый показать? Да, надо показать. На. Точно. Все. Все. Автоматы дырараты показать? Не, можно показать. Все. Возле верхних карманов. Бахи вот. Показать? Да, надо показать. Смотри. Какие вопросы? Все. Пошел. У вас. Внимание еще. Покажите, пожалуйста. Я сразу перешел, сказал, ребята, спортсмены, вы начинаете ищите. 2 0 1 1 860. Смейте. Можете снимать. Все. Хорошо видно? Хорошо. Вы кто? Полицейский. Имя, фамилия есть? Все. Не, ну вот серьезно. Всего-то пять минут общения и за пять минут столько накосячить и натупить. Это нужно уметь. Это, ну, наверное, какая-то специальная подготовка, да, вот. Тут там, наверное, предмет специальный у них есть, в котором их обучают тупить. Вот с самого начала это вот, вот это вот недоразумение в форме спрашивает. Я буду вас фиксовать, вы не против. Тебя говорит против. Шоу прото. Шоу прото. И сразу быдлить. Так зачем ты спрашиваешь? Ну, то есть, если бы он был против, я бы понял, сказал, хорошо, тогда я не фиксирую. Но нет же. Такой бред вообще. И сразу сходу такой начинает. Тридцать четвертая статья, бла-бла-бла, покажите карманы. Ой, а дальше вообще трэш. А узнаем ли то есть? А с чем узнаем ли вам полицейский? Ну, во-первых, ты даже не назвал нормативно-правой акт, в котором ты указываешь эту статью тридцать четвертую. Человек должен додумать сам. Тридцать четвертая статья чего? Правила пользования трамваями. Я не знаю. Ну, что? Хотя бы сказал бы, что это закон о национальной полиции. Ну, и это еще как бы не все. Да, у нас как в законе у нас полиции тридцать первое написано, что вы должны сообщить человеку причины применения к нему превентивных мер, но кроме этого еще и ознакомить с нормативно-правыми актами, которые касаются конкретной вот этой вот меры. А это у нас поверхностная проверка. По поводу поверхностной проверки я уже много раз рассказывал, что она не является принудительной. Ну, поскольку если бы она была принудительной и вас бы при отказе, вас бы там ломали бы и обыскивали, то это был бы уже обыск. То есть, мое личное мнение, я глубоко в этом убежден, что поверхностная проверка не является обязательной. И от нее человек может отказаться. Иначе, если он не может от нее отказаться, то это уже обыск. Понимаете? Вот в чем как бы все дело. Ну, честно, вот какие-то два недоразумения о форме. Ко всем подходите? Да, мы ко всем подходим. Нет, это как бы уже сразу вы палитесь. Вы, блин, тупые, просто бараны какие-то. Что значит ко всем? Если уже брать закон этот, читать этот дебильный про национальную полицию, там написано, что в Уразе, я еще и сну, я до 100 дней представ. Получается, у вас, двух недобитых полицейских, существует достаточно оснований подозревать всех. Вы чего там? Из ума выжили? Дальше опять там чесание языком по поводу того, что разглагольствовать все могут и с камерами стоять все могут. Почему-то вы не можете работать по закону. Вы еще там про ютуб не вспомнили, блин. Вот вам реально ютуб закрыли. Если вы не способны читать, не умеете читать, ну бывает такое, да? Ну что, я думаю, там не проверяют умение читать. Вы хотя бы сами откройте этот ютуб. Много людей, в том числе я, абсолютно понятным, доступным языком разъясняют, как работают те либо иные нормы, в том числе и вашего этого закона про национальную полицию. Но нет. Лучше сделать умное лицо. Вот это вот. Б. 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 Вы такие все умные. Придите, сами покажите. А по-другому никак, обязательно к вам туда прийти. Ну как бы много таких отраслей, где нас, граждан, не устраивает, как там работают чиновники. Так нам всем одновременно во все ваши органы прийти. Так вас тогда надо уволить всех для начала. Увольняйтесь, мы придем. И вот там правильно один из этих ребят говорит. Какие основания? И все. И полицейский потух. Потому что когда доходит до оснований, возникает уже полный треш. У них в голове просто подвис. Типа, ну я так думаю. Ты можешь думать все, что угодно. У нас закон есть. Написано, достаточно оснований полагать, считать. Какие? Иду, иду, иду. Смотрю, человек. О, у меня достаточно оснований считать, что у него наркотики оружие. Ну это же бред. Это полный бред. Прошу прощения уже, когда досмотрел дальше. Все-таки про YouTube тоже вспомнили. Но смотрятся YouTube и начинают устраивать цирк. Ууу, негодяй какой. Как ты общаешься начинать? Я же говорю. Вам надо идти работать, я не знаю, в детский сад. И там воспитывать маленьких детей. Там правильно общаться. Там все. Вы со взрослыми людьми разговариваете. Понимаете? Вы не должны их учить правильно разговаривать. Это не входит в ваши полномочия. У вас ваши полномочия четко расписаны законом о национальной полиции. А то, как человек общается, это его личное дело. На ты тебя называет. Еще как угодно. То есть, нормальный, профессиональный полицейский не будет реагировать на это вообще никак. Вся вот эта ситуация показывает убогость вообще самих этих полицей. Ну, и не только конкретно этих, а всех остальных. Потому что, ну, раз уж если так, вы прям считаете, что у вас есть достаточно оснований считать. Так, ну, как бы поверхностная проверка, она же должна быть тогда проведена как-то более полно или нет? То есть, вы проверили два кармана, три, да? И все. А что там у него под этой самой, под курточкой, этой безрукавкой? А, плевать. То есть, понимаете, отрабатывают номер. То есть, ходит вот этот вот один, второй, с умными и угрюмыми лицами и пытаются показать, что мы тут работаем, заняты своим делом. Да нет, вы херней занимаетесь. Просто убиваете свое рабочее время на вот такие вот ситуации. Ах, теперь вы тоже знаете, что такое тугоплавкий пластик. Пока. Каждый делал то, что мог либо. Я просто сказал, что здесь был выбор. У меня была мечта и никаких херней игр. Я всего лишь хотел оплатить ее.